Игнашенька, ты что делаешь? Руки и так болят, спина болит. Ну зачем ты колешь-то? Дай я поколю. Дай я поколю, а? Ну как же ты? Два полена отколешь, а потом будешь говорить, заболела, не могу. Нет, нет, а ты посмотри, а ты сначала посмотри, да я поработаю. Но тут он ушел сегодня, но я маленько, я бы что-то не колю. Но если у меня получится, то давай я сделаю, а? Если не получится, тогда уже отберешь у меня. Нет, нет, ну с божьей помощью же я. Вот это привез Игорь этот дыбунов из тайги нынче. Он работает геологом. Ну и как-то только. А тут Андрей Головачий, Сергей тут покололи. Вот такие вот большие поляне. Ну а теперь их надо поменьше. Ну да, я поколю, хоть себе на рублю, а? Я тоже хочу. Сейчас, сейчас дам, только не стои потом. Хорошо. Ты колола, тут позору не оберешься от вас. Да ну. Скажут мужики ест, а бабы колют дрова. Хороши мужики. Ну я же сама прошу, не ты заставляешь меня. Ладно. Хорош, согласен. Ну давай, спаси Христос. Вот умница. Иди, коли. Посмотрим, что получится. Ладно, посмотрим. О, расколола. Рукавишки надень. А тепло, правда. Ой, как здорово. Маленький вклад внести. Колят, как профессиональный кольщик. Да, еще бы. Как вспомни молодость. О, ты смотри. Можно работать даже, мясо рубить на базаре. Ой, только не мясо. Смотри внимательно, не тяпни по ноге. А то будешь под себя ходить тут. Господи благослови, ты что говоришь? О, с одного раза. О, как. О, здорово. А вообще интересно даже. Даже интересно. Вот это сучковатый. Наверное, не расколется. О, сучок. 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 Значит, надо вытащить тебе его и потом на боку срубить его. По этому месту ударить. И не вытащишь. Ой-ой-ой. Сучок попался. Ну-ка. Подожди, подожди. Ты поверни его как-то, чтобы он лежал ровно. Под него подложи второе полежка. Вот так, чтобы ровно было. Да. Ну. Понятно. Ты прямо по сучку руби. Вот смотри, что делает. Отрубила. Березовые дрова рубить, это не просто так. Да. Ну, куда валишься? Стоп. Ух ты, мимо. Разрубила-то ту подставку, а не этот. Ты поставь его другой стороной, прямо кверху толстой. Во. Поверни. Нет, нет, нет. Ну, ладно, давай. Ну, смотри, что делает. Слава тебе, господи. Не хотел давать, думаю, не справится. Ничего подобного. Вот так войну, женщины одни остались без мужиков. Все научились делать. Да, это верно. И поэтому с севера, когда пришел, ухватили за одного. Опять вот что попался. Говоришь, вот пожалуйста. Колоть дрова, это тоже надо талант иметь. Так, стой, стоять. О! Стоять. О! О! Все! С учками березовое. Вот это да, дело. Вот это да. Да. Хорошо. Как его положить-то, чтобы... О! О! Вот это здорово! У нас отец с одной рукой был, Кихан Дмитриевич. Он был очень сильный. И одной рукой такие большие чурки через голову наворачивал и колол. Мы здоровые ребята и не можем расколоть сучками. Он их все расколет. О! И говорит, что молодой был, нанимался людям делать. Ну и один там кололи, а там старик. Видно, дед у них вышел. Как я, говорит, ударил. Он говорит, еще крякаешь, да помогаю вам. Так ты это колешь-то себе уже дрова кладешь? Да. Их надо кверху уложить туда, над печкой. смотри. по руке тяпнешь. Ой, как хорошо. Вот это сейчас появилась террористическая организация ИГИЛ там соединилась. Посмотрим, где. Ну, когда они встретятся, то, наверное, что-то будет. может быть, они уже давно тут есть. Я как-то был в одной организации, там пригласили религиозных деятелей всех. Меня всегда приглашают. Ну, и рядом оказались напротив меня сидит так, как-то полукругом все. Сидит мусульманин, который имам. Ну, ну, нормальный так у него. Бородка там, усы подстрижены, все. А рядом с ним какой-то помощник. Ой-ой-ой. Как зырклин глазами, как в судьбе человека, говорит, немец-то, когда Андрея Соколова-то чуть не расстрелял, сапоги снял с него. И он, говорит, смотрит на меня, будто я, говорит, с него сапоги снял, а не он с меня. Этот как глянет, ой-ой-ой. Мы перед ним все ничтожны. И сидит тут же начальник, и другие где-то. Для него ничего этого нет. Он буквально внутри весь уже готовый, чтобы пустить всех в расход. И поэтому защищать тут никого не надо. Я наоборот говорю, это за грехи наши пришло в чума. Сколько можно жить, сколько безобразничать, аборты делать, вот эта мерзость, садомиты, коррупция, все. Вот они придут и научат жить нас. Не дай бог, конечно, что придут. Он в Китай придет, он этих взяточников расстреливает как-то. А тут Сердюков сколько взял, сколько это Васильева. Ну ничего нет, посидело, вызволили, все смоталось, где-то за рубежом может быть. А у них другие порядки, другие. Ну пусть бы они там делали, но они, видишь, заботятся дальше, пройти по всему миру, чтобы весь мир был мусульманский. Но они не христиане. Если были христиане, они бы знали, что этого никогда не будет. Никогда. Потому что не им мир принадлежит. Не Измаилу, Исмаильтяне. А Исааку, Аврааму, Ибрагиму. И поэтому все остальное это временно и уйдет. Надо смотреть в Библию. В Библии. В Библии говорится, что над всем миром будет царем один еврей. Еврей. Не цыганин, не азербайджанец, не русский. Еврей из колена Данова. Дан колено. Их 12 колен. И не из-за того, что я хочу этого, а то, что это предназначено. Кому, какому животному прийти. Даниил это видел. Это видел Иоанн, тайновидец, на острый патмос. Просто мы не можем как-то согласиться с тем, что те, которые уходили с мировой арены царства, у них тоже были защитники. Тоже не соглашались с этим. Но пришло время и все. И Валтасар был убит в эту ночь. Воцарился Дарий. 62-х лет. И все. Ну, входоносер разорит. Акир придет, помазанник Божий, в этом же царстве свой Горбачев явится. Начнется перестройка, храма отдадут, а назад этот. Тут найдется Ездра, Нееме, и выведут народ из плена. Русским людям дано сколько никому не дано. На них спотыкались самые мировые державы. Наполеон, возьмите, дошел до Москвы. Не Берлин же его задержал-то, а Москва. И сжег ее. Она им мертвая, и сожженная, потащила его на дно. Гитлер дошел под самую Москву, весь мир замер. Белест-крик затянулся на сколько лет? И тысячелетнее царство его просуществовало 13 лет. Как только Россия сойдет с арены, мир закончит существование. Вот такое есть еще предсказание. Россия, как евреи, это особый статус. Все от них идет. Ну, а Россия, как страна, которая всех привещала, тут никто лишний не был. Смотрите, с какой помпой открывают соборную мечеть и президентом, и говорят слова, и сидят люди, и мирно можно было жить. Но если глубже вникнуть в Коран и в Евангелие, то разговор будет совершенно другой. Я как-то беседовал в доме Муллы с мусульманами и говорю, вот если представить кафедры, ну, допустим, сегодня это ИГИЛ, эти террористы, им кафедру, дать только Библию, рассуждать только по Библии, и вам дать вот эти такие лояльные, не экстремисты, они вас в первый же час разгромят только на основании Корана. Ничего больше не давать, я говорю Библию, Коран. Коран дать им. Вот и все. Я Кораном занимался не один год, встречался с мусульманами и скажу, у них это строго все поставлено. Как у нас одна с высшим образованием встретилась с отличием университет, я отдал Коран, на русском языке, Крачковский перевод, это один из лучших переводов Корана. Она прочитала и как эта священная книга считается. Я читала как будто со связанными ногами. Вот какие выражения, переводы. Поэтому мусульмане, которые знают Коран, я еще ни одного не встречал. Ни одного. проехал все до одной республики мусульманские, в Турции были. Вот как советские знали, 13 глава кремлинам, всякая власть от Бога. А ту власть, которую они свергли, старя, как будто не от Бога. Там они не хотели знать. И эти точно так же. Одно только знают, знают, где там, Акбар Аллах. А люди-то не понимают даже этих слов-то. Амбар, крах. Какой амбар, крах? Они говорят, что все в амбарах живут разве. Почему они крещат? Разбомбили какой-то пункт командирский. Они крещат Амбар, крах, Амбар, крах. Да не Амбар, а Аллах, Акбар. То есть Бог самый великий это Аллах. Вот как переводится-то. Не просто это Бог. В Тунисе запретили христианам произносить имя Аллах. Это другой Бог совсем. И Даниил Сысоев абсолютно прав был это доказывать. Другой это не запрещено под страхом расправы. Чтобы никогда нигде не упоминали. Вот ваш Иегова есть, и верьте ему. И то, что они сейчас делают вот это, они находят обоснование. Конечно, в том, что ломают храмы, христиан преследуют, которые платят налоги, это они вопреки Корана делают. Здесь они вопреки Корана. Тут они переборщили и за это Господь их наказывают. Приходит на них наказание, бишь Божий может быть в лице как раз президента Российской Федерации. И то, что они делают, это сбивают, это все может быть по тайному сговору. Мы сделаем вот столько, а вы столько, нам не мешайте там. Это мировая закулиса называется. А мы должны только молиться. Молиться, колоть дрова, пока огнем нас не спалилили. Не злиться. Молиться и за президента своих, за патриарха и за этот ИГИЛ. За исламское государство, чтобы они вразумились и приняли христианство. Христа приняли, не христианство. Вот как. Молиться надо, молиться. Вот как. Ну и колли где. Бац. Смотри. Вот как. Пожалуйста. Вот я бы ничего этого не сказал, как бы Надежда Васильевна не колола. О. Готово дело. Так смотрите, ни не умеет голову рубить-то. Так что топор в женских руках тоже что-то значит. Адрия. Вот так. Отдохну маленечко. Вот они показывают, что всего мира стекаются. Ну Господь делает так. Те, которые нас будут терзать, они как мошкара будут наваливаться. И ничего с ними нельзя сделать. Надо ровно укладывать, бросать не надо. ровно уложить. Вот. Это ничего нельзя сделать. Тут приходит колорадский жук. Попробуй победи его. Мыши. Все так и люди. Приходят наказать, чтобы мы не грешили. Я ни разу не слышал ни в речи президента, ни... Ну, может быть, патриарх где-то говорил. Это за грехи. За грехи наши. О том, что помогать, не помогать Сирии, это они решают. Наше дело разобраться со своими душами. Живем ли как христиане? Мусульмане поняли, что мы никакие не христиане. Ни почем это не видно. Посмотрите, какие у них женщины целомудренные, как одеты. Ну, просто гляньте. Вот, зайдите на наш мейл.ру Игнатия Лапкина, и там увидите, они у ручья сидят-то. Ну, просто мило гляньте. А у нас-то какие? Глянь. Я посмотрел там эти в Сирии штанишках там, ну, совсем как не христианки даже. И они говорят, никаких христиан у вас нету. Поэтому мы наказуем это язычники, там, многобожники. В Греции-то они не убивают всех подряд-то. Уже давным-давно бы вырезали греков-то, нет. Платят налог, закят там свои. Сумели же они сделать пятикратную молитву намаз. Ну, надо приглядеться маленько, что за люди-то вокруг нас. Они не такие, мусульмане, начинают, гляжу, под роликами, выступают такими матерками. Вот они и говорят. А с их стороны ни одного матерка не видел, ни одного, повторяю. Даже по-русски говорят хорошо. Какая-то прямо лопается от ненависти вот эта. А что, не работают со своими? Какие они дружные? Ну, можно что-то доброе взять от них-то и на этом добром рассказать о Христе. Дескать, вы добро делаете и Господь может привлечь вас. Делающие доброе идёт к свету. А свет – это Христос. Но этого нет. Ну что, ракеты, вот какие есть, выжигают. Ну, может быть, и так и есть, всё, как говорят. Но нас не с этим Господь послал. Сегодня не время порока Илии. Это тот мог выжигать. Его одного послали бы, он с Игилом бы разобрался. Только сказал бы слово, и половина их не было бы. Но сегодня не знаете, какого вы духа Господь говорит. Вот так. У меня сейчас, я выставляю ролик на канале нашем, канал «Во свете Библии». И там это будет всё сказано. Ой, хорошо. Ну всё. Слава тебе. Ну я забираю топору, ухожу. Я сейчас покажу в окрестности тут, как я навешал сало, мясо, и как у меня птички тут питаются. Я издалека здесь, потому руки трясутся. Ну, трясутся руки от того, что мало сделали добра, как говорится. Вот они где. Вот сегодня я гляжу, тут поползень, прилетают сороки, дятел, жуланчики. Вот они где. Вот и всё. Там на улице собачка. Покормила её. иногда собака не лает. Вот кормлю их собак, сколько есть. Приносят с мясокомбината кости, мясо. Собаки такие злобные были. Все сделали такие, как ручные. Но они ничьи. Они сытые, всё есть. Поэтому нужно больше добра делать. А то, что вот Америка сейчас там их поддерживает. Америка своё зарабатывает, а мы своё. Наша задача не в том, чтобы худо сделать кому-то. вот у меня тут ящик. Вот тут желанчики. Там семечки насыпаны внутри, подсолнечные. А вокруг, тут ещё дальше продолжено, эти пшени, это отходы. Отходы от голубей там остаётся, что. Вот они где. Знаешь, как орудуют. Ну, накормил их, и нетрудно. И так, всего много. Работали бы, как следует. Да можно было весь мир озолотить. А что, работы нет. Только единственное, что могут убивать, учат убивать. Вот смотрю, как эти в Сирии, там, которые взяли там в плен, и что. Но ничего, как будто не умеют делать. Единственное, что умеют, это убивать. Ну, а раз смерть только сеет, это уже они не люди. Это, говорят, дьявол, я щелоку-убинца и лжец. Вот я показываю. Знаете, какая красивая жизнь. Эта вот коробка большая, накрывает другую коробку, которая под ней, пониже, вот видно, коричневая, чтобы туда не залетали, кошка не залазила. А то, она, гляжу, одна же соскочила и прям боробья поймала. А вот так сейчас она ничего не может сделать. Вот. Голуби еще не вылезли сегодня. Сегодня 26-е. Это калина. О, сколько жуланов привлек себе. Я всю окрестность жуланов собрал. как у нас деревня, Игорь Барабаш всех ласточек переманул к себе. Нам, наверное, у него выводятся сотни. Вот прилетел голубь. Голубь прилетел не мой, а дикой. Дикой, то есть ничей. вот он где пошел. Вот так. я иду. я иду. Продолжение следует...